МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Первого Карагандинского обзор главных событий этого дня. В студии Ирина Камышова. Мораторий на техосмотр объявлен не будет. Сегодня в областном историко-краеведческом музее состоялся семинар, как и память жертв политических репрессий. В Венгрии завершился в Кубок мира по кикбоксингу. Передача техосмотров «Частные руки». Этот вопрос стоял на повестке дня на очередной конференции с участием предпринимателей и специалистов в области транспортных коммуникаций. Напомним, что с 1 января нынешнего года техосмотр транспортных средств перешла в Министерство транспорта и коммуникации, а его проведение в частные руки. Предприниматели будут сами устанавливать стоимость своих услуг, проводить осмотр машин и выдавать документы прохождения техосмотра. Также мы пошли на оптимизацию для водителя и исключили требования по страховке, то есть страхового полиса при проведении технического осмотра для того, чтобы оптимизировать данную услугу. То есть эти меры мы на сегодняшний день, вы знаете, на законодательном уровне приняли, и на сегодняшний день разрабатывается подзаконный акт, по принятию которого те изменения, которые я озвучил, уже будут введены в действие. Приезжает машина, владелец отдает деньги, а капот в машине даже никто не открывает. Техосмотр пройден. Таким способом происходил техосмотр машин до этого момента. А ведь техосмотр автомобилей прежде всего в безопасность дорожного движения. Линии диагностик будут полностью автоматизированы. Результаты после прохождения технического осмотра будут заносить в диагностическую карту машины. А те граждане, которые в срок не прошли осмотр, будут привлечены к административной ответственности. Мы каждый день анализируем те поступающие залоги на деятельность Центра технического осмотра. Мы не говорим, что в центре все так работают, но есть такие факты. И с этим фактом мы вместе с вами должны бороться. Жазер Абдраимова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Сегодня депутаты областного и городского маслехатов посетили ряд объектов, где были рассмотрены вопросы реконструкции подстанций и ход реализации инвестиционных проектов. Подробнее в нашем материале. Как отметили сотрудники компании «Караганда-Жирык», на сегодняшний день существует много проектов, которые не могут быть реализованы ввиду отсутствия необходимой мощности. Сегодня были рассмотрены важнейшие вопросы. Например, выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению электросетей. Как работают монополисты и насколько их работа обеспечена необходимыми средствами. Все это дает возможность увеличить в городе Караганде количество подаваемого тепла и электрической энергии. Никому не секрет, что сегодня дефицит тепловой электрической энергии составляет в суммарном выражении более 800, ну тут нельзя говорить, это где-то 300, скажем, мегаватт, 400, скажем, гигакалорий. Это огромные цифры. Вот эта вся работа по реконструкции, автомодернизации направлена на то, чтобы устранить этот дефицит. На данном мероприятии приняли участие депутаты городского и областного маслехата, совет ветеранов энергетиков, а также потребители электроэнергии. В мероприятие инвестиционной программы, запланированной на 2012 год, входит автоматизированная система коммерческого учета электрической мощности и энергии, замена приборов учета. Кстати, нужно отметить, что в 2011 году было установлено 42 240 приборов учета. Сегодня без электричества невозможно ничего представить. Поэтому, вы знаете, с прошлого года наши энергопотребляющие, энергопередающие предприятия все приняли инвестиционные проекты. И вот первый год этих инвестиционных проектов мы сегодня, как избранники народов, своими глазами увидели, куда были вложены эти деньги и что это в конечном счете будет для улучшения, будем говорить, обеспечения электроэнергии населения. Для мероприятий инвестиционной программы на 2012 год выделено более 9 миллиардов тенге. Как отметили участники данной встречи, многие из этих работ будут выполнены в ближайшие 2-3 года. Если мы сегодня, вы знаете о том, что миллион 300 тысяч населения Карагандинской области, из них сегодня до 600 тысяч проживает в областном центре, поэтому львиная доля, больше половины населения, конечно, в Караганде. Поэтому эта модернизация непроста с Караганды и началась, потому что Караганде через два года будет 80 лет, как строил, как был построен этот город. Поэтому все коммуникации, конечно, пришли в негодность, все это меняется. Данная работа длится второй день. По словам участников встречи, работа проводится по всем регионам области. Строительство под санкцией. Они в инвестиционной программе не могут охватить все регионы Караганды и ближайших населенных поселков. Поэтому, конечно, часть предпринимателей, часть населения, они не могут в рамке этой инвестиционной программы увеличить потребность тепловой электрической энергии. Вот это вот оно будет, пока не будет следующий этап. Ромгуль Салкимбаева, Дмитрий Обрак, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Сегодня представители Министерства образования и науки Республики Казахстан, а также Центр международных программ провели выездной брифинг по вопросам участия в конкурсе на международную стипендию «Булашак». Цель мероприятия – содействие талантливой молодежи в получении качественного образования за рубежом. Многие выпускники программы «Булашак» сейчас занимают ответственные посты на государственной службе, в акционерных структурах, а также работают над государственными и международными проектами, внося свой вклад в развитие нашего государства. В настоящее время стипендианты имеют возможность обучения в более 600 ведущих вузах 32 стран мира. Для участия конкурса определены 5 категорий. Это государственные служащие, выпускники вузов, стажеры и самостоятельно поступившие, также научно-педагогические работники. На современном этапе реализации программы акцент делается на магистрские и докторские программы обучения, а также для специалистов технических и медицинских отраслей, где наши специалисты получат возможность пройти стажировку в ведущих клиниках и лабораториях. Инженерно-технические работники это очень интересная новая категория. Теперь работники группных предприятий промышленных, любых предприятий, в принципе, инженерно-технические работники могут выезжать в программу в Уршак, а еще не было, как этого возможности не было, она была чисто академическая программа. Мы пошли еще чуть дальше. Программа для нас, поэтому я специально даже лично приеду сюда, по промышленной и индустриальной столице, когда страна считается, очень важно, наверное, еще какую-то информацию будет воспользоваться, разошлем по крупным предприятиям, чтобы они понимали, что есть возможность повысить результаты своих лучевых работников через государственное финансирование. Для дальнейшего роста карьеры после окончания магистратуры многие хотят поступить в докторантуру. К примеру, преподаватель Карагандинского государственного университета имени Букетова Кристина Спиридонова заинтересована данной программой. Она намерена продолжить свое экономическое образование в Соединенных Штатах Америки. Потому что это, конечно, и какой-то зарубежный опыт посмотреть мастерство преподавания профессоров зарубежных. Второй момент. Европа, Америка, они уже очень много лет работают по кредитной технологии обучения, на который мы, в принципе, еще только перешли. И, конечно, сравнить ту систему и, может быть, что-то привнести в нашу именно в плане кредитной технологии обучения. Ну и, конечно, сам уровень образования все-таки, я думаю, он несколько отличается. И есть, что взять, есть, что привнести, вернуть в нашу систему. Впервые в этом году прием документов будет осуществляться в регионах. Представители акционерного общества Центр международных программ с выездными брифингами посетят все областные центры и моногорода. Морел Тукенова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Социализация детей-инвалидов и обучение их с обычными детьми совсем скоро это будет возможным более чем в 70% образовательных учреждениях нашей страны. В Яслисаде Айна Лайн доказали, что использование инклюзивных форм обучения в дошкольных организациях дает положительные результаты в коррекционно-образовательном процессе. С начала 90-х годов в Яслисаде Айна Лайн наряду с общеобразовательными группами функционируют группы для детей с ограниченными возможностями. Там с детьми работают высококвалифицированные педагоги, дефектологи, логопеды и психологи. Но при этом в Яслисаде Айна Лайн такие малыши находятся в одной среде с обычно развивающимися детьми. Участвуют в совместных мероприятиях сада, праздниках и спортивных состязаниях. В этом году здесь и выпускной бал сделали не совсем обычным. Это было инклюзивное мероприятие, в котором приняли участие выпускники двух групп. Группы для детей с задержкой психического развития и общеобразовательной группы с казахским языком обучения. Подготовленность детей, их непосредственность, эмоциональный настрой и атмосфера доброжелательности позволила провести праздник на достаточно высоком уровне. И что самое главное, ребята с задержкой психического развития чувствовали себя комфортно и абсолютно ничем не отличались от обычных детей. Был на садик, не грусти, не печати, а с нами сегодня скорее попрощайся, мы в школу пойдем, а тебе на замену придет малышей коробузников смех. Инклюзивный выпускной бал в Яслисаде Айналайн показал, что использование инклюзивных форм образования в дошкольных учреждениях действительно дает положительные результаты в коррекционно-образовательном процессе. Ирина Камышова и Евгений Афанасьев Первый Карагандинский. Сегодня в областном историко-краеведческом музее состоялся семинар ко дню памяти жертв политических репрессий. Память репрессированных пришли почтить представители общественности и студенты. Продолжит Мирамгуль Салкимбаева. 31 мая День памяти жертв политических репрессий начавшихся в 1937 году. Больше 70 лет назад начались массовые политические репрессии ставшие трагедией для миллионов людей для всего нашего народа. Для Казахстана эта дата имеет особый смысл. Так сложилась история что наша республика стала местом депортаций для миллионов советских граждан. По всей стране на карательную систему тоталитарного режима работало 953 лагеря и поселения. Только за 1937-38 годы в республике были незаконно осуждены более 100 тысяч человек и около 25 из них были расстреляны. Сегодня эти вопросы обсуждались на семинаре который организовали Карагандинский государственный университет имени Букетова и областной краеведческий музей Карагандинской области. Сегодня в областном краеведческом музее проходит круглый стол посвященный Дню жертв политических репрессий. Это очень актуально потому что подрастающая молодежь должна глубже знать историю родного края. Действительно в прошлом веке в 20-30-х годах очень много горестных трагических страниц нашей истории. Это общественно-политическая ситуация в Казахстане в 20-30-х годах период коллективизации и ее последствия голода в казахской степи. В жизни любого народа любого государства много памятных дней как героических так и трагических. День памяти жертв массовых политических репрессий в Казахстане являясь одновременно днем скорби и памяти объединяет людей и вбирает в себя как героические страницы нашего народа так и многочисленные массовые трагедии. На данном семинаре приняли участие ученые высших учебных заведений представители музеев и архивов. Я хотела бы подчеркнуть что действительно подрастающая молодежь должна глубже изучать историю родного края историю своего народа мы вот недавно проходили мы вот в областном архиве недавно проводили тоже международную республиканскую конференцию посвященную жертвам политических репрессий а также вот на днях проводили наши проводили отмечали столетия нашего земляка репрессированного земляка-описателя Жайка Бектурова. Миром Гульс Алкимбаева Сергей Высокосов Евгений Афанасьев Первый Карагандинский Новости спорта В Венгрии завершился Кубок мира по кикбоксингу В нем впервые приняли участие 23 спортсмена сборной Казахстана Выступление прошло успешно Три золотые медали привезли спортсмены Карагандинской области На данном мировом старте впервые приняли участие спортсмены сборной Казахстана 23 участника ездили в Венгрию в город Сигет И почти все они оказались на педестале почета В итоге сборная Казахстана заняла второе место пропустив вперед лишь файтеров Белоруссии Тройку лидеров замыкает Россия По Карагандинской области на Кубок ездили 4 спортсмена Золото удостоились Стивиан Аврамиди Алишер Кабдианов Также двухкратный обладатель Кубка Мира Абсолютный чемпион Казахстана Захар Воробей Как бы хорошая организация была Очень сильный турнир был 20 стран было 600 участников было Очень сильная школа европейцев именно школа лоу-кика Хорошо они именно бьют по нижней части бедра Ну а наша школа основала руки-ноги мы всем показали кто такие настоящие казахи благодаря нашим тренерам нашей школе Жим лёжа и пауэрлифтинг не являются олимпийскими видами спорта поэтому внимание общественности к ним невелико однако и здесь Казахстану есть чем гордиться имя этой гордости Абдул Карим Караман Этот скромный молодой человек уже является мастером спорта в жиме лёжа На недавно прошедшем чемпионате мира среди юниоров в Чехии Абдул Карим помимо того что выполнил норматив для получения золотой медали также побил мировой рекорд что дало ему право считаться абсолютным чемпионом мира Он первый подход заказал для ну чтобы зафиксировать первое место так что у него соперники были очень слабые по сравнению с ним Он наголову выше чем соперники 142,5 килограмм выжил потом пошел на два мировых рекорда Сперва он установил 152,5 килограмм потом 160 килограмм и этим коэффициентом он добился того что он стал абсолютным чемпионом мира среди всех юниоров которые участвовали с 59 по 120 килограмм Дарибай Караманович начал заниматься с 56 лет как показал опыт возраст не помеха Сейчас Дарибай Карамановичу 63 года и у него звание заслуженного мастера спорта международного класса сначала старший брат затем отец ну а далее сам Абдул Карим таков порядок Состав нашей сборной на этом чемпионате мира был невелик всего лишь 3 человека тем не менее на нашем счету 7 золотых медалей и мировой рекорд сам рекордсмен рассказывает о своих победах с некоторой толикой стеснения тем не менее у него впереди большие планы ну дальнейшие планы стать трехкратным чемпионом мира чтобы получить заслуженного мастера спорта международного класса буду стараться чтобы взять эти чемпионства получить заслуженного ну и получить взять стипендию хорошую ну что ж судя по всему спад в этом виде спорта прекратился и мы ждем нового витка развития пауэрлистинга и жима лежа в нашей области Александр Кривов Сергей Высокосов Евгений Афанасьев Первый Крагандинский На этом наш выпуск подошел к концу поделиться интересной информацией вы можете позвонив к нам в редакцию по телефону 420649 также не забывайте посещать наш сайт в интернете адрес на экране а я прощаюсь с вами всего доброго САУ БОЛНСДАР САУ БОЛНСДАР